Не-не, фраерок, полный. За что выпьем? Ах, ты чего замолчал-то? Папаша, можно я поем малость? После казенных харчей на твое изобилие смотреть больно. Ешь, ешь, впереди ночь длинная. Машину хорошо водишь? Не жаловались. Ничего тебе не говорил, Фокс, о дружке своем. Он били менты, дружка его. Застрелили. Где случилось это? Не знаю, я там не был, а Фокс не рассказывал. Сказал только то, что по глупости на милицию налетели. И кореша его пуля в затылок вмазали. Сразу скончался. Без мучений. А нам чего велел передать Фокс? Вам? Да вам он ничего не велел передавать. Он мне посулил денег, если я разыщу его женщину. А это же ее усмотрение меня сюда заволаковать. Ну что надо делать? Что говорил Фокс? Спасать его надо. А как же я его спасу? Что, Петровку на приступ возьму? Этого я не знаю. Но могу рассказать, что он придумал. А что он придумал? Сегодня вечером он следователю скажет, что хочет сознаться в ограблении магазина, где сторожа убили. Зачем? Ну как зачем? По закону ведь положено отвезти его на место преступления. Ну, чтобы там по ходу было видно, что и как происходило-то. Так как он ни на какие дела больше не колется, то они не ухватятся за это его предложение. Ну вот. Надо им все сфотографировать, задокументировать. Это я понял. Что дальше-то? Ну вот. Повезет его не тюремный конвой. Опергруппа, там человека три, четыре, исследователь. Ну, может быть, их пять будет человек. Для этого дела дверь в магазине обязательно запрут. Вот, кстати, вот как только запрут дверь, значит, его в скорости должны привезти. Это вам сигнал будет. Он мне сказал, что все продумал до тонкости. Каждую деталь обмозговал. Он бы гад раньше мозговал. Как легавым в руки не даваться. Продолжай. Дальше. План такой. Как только его привозят в магазин, дверь сразу закроет снаружи. Когда вы подъезжаете, вы через черный ход попадаете в подсобку. И сидите там. Когда оперы вместе с Фоксом спускаются в подвал и попадая через подвал в подсобку, вы их всех там переколете. Сил наверняка хватит, сказал он. Самое главное в этом деле – неожиданность. И тем же макаром через черный ход вы ходите наружу. Машина-то на пустыре должна была у вас остаться. И все на машине, и все. Вот такой вот план. Толково придумано. Да, толково. Очень толково. У них тоже пушки имеются. Половину наших укокошат. Риск – благородное дело. Нас всех когда-нибудь укокошат. И пунь тебе на язык. Больше ничего тебе Фокс не говорил? Больше ничего. Только не велел передачу. Он за всю компанию кому-то волочь не желает. И ему одному вошака брать скучно. Если не захотят его верные друзья отбить, он с чистой душой всех отдаст. Волк, а? Хорошенькие дела. Ну, какие будут мнения, господа хорошие? Вы просто обязаны его спасти. Помолчи, ты под пули не полезешь. Это не женское дело. Я свое дело не хуже других знаю. Денежки-то к вам через меня прибежали. И такой же голос, как все имеют. Тихо, тихо. Фокса жалко. И от него еще много пользы поймать могли. А ты потому такой смелый, что думаешь в кабине отсидеться, пока мы там будем. Только ты не рассчитывай. С нами пойдешь, если решимся. А водилу потерять не боишься? Нет, не боюсь. Я в крайнем случае вот его за баранку посажу. О, он и тебя и привезет на Петровку 38. А мне один хрен. Хотите, пойдем мусоров резать? Хотите, хоть завтра сбежимся. Да, тебе один хрен. Нырнул и нет тебя. А никак же. Что вы без меня делать будете? Хватит базарить. Надо идти вынимать фокса скич. Не вытащим его, тогда и нам всем кранты. Я вот что решаю. Мы тебя собой возьмем. Это зачем? А затем, если в засаду нас приведешь, мы тебя первым начнем на куски рвать. ломтями нас стругаем. Тогда режь меня здесь, никуда я с вами не пойду. Вот это уже теплее. Да чего теплее, горячее, наплевать мне. Я за что под пули милицейские полезу? За ваши паршивые пять тысяч? А если я не паршивые, чего ж ты соглашался? Так я ведь на что соглашался? Вон бабе записку передать и рассказать, как там и что. А чтобы вот так вот под пули или под смертной казни, я не согласен. Лучше режь ты меня здесь, чем вот так вот, за бесплатно. А если не бесплатно? Да несерьезный этот разговор. Серьезный. Тогда цену назови. Что делать скажи, а то водишь, как козла на поводке. У тебя сейчас одно дело. Живым отсюда уйти. За это ты будешь стараться на совесть. Не буду. Нарежь меня на куски. Режь! Ни у кого бомиком не было под тебя плясать не стану. Ну что вы меня мытарите? Ну что вы душу из меня рвете? Зарежем, задушим, убьем. Ну не верите мне, не надо, но вы меня на врагах не поймали. Мы их поймаем, поздно будет. Ну, граждане дорогие. Да товарищи мозорики, ну сами подумайте, ведь вы же не только лихостью проживаетесь, но и разумом тоже. Ну был бы я их не стукач. Ну заставили бы меня менты Ане позвонить. Ну разве бы позволили они мне к вам сюда свалиться? Да там же на месте вот этих двух и ее вот взяли бы. На Петровке по слабому ее нутру все о вас вынули. И портреты ваши, и фамилии, и хазы. А сюда приехало пару взводиков с автоматами, покрошили бы вас в мелкий винегрет. И конец! Да, складно звонишь. Только об одном забыл. Вот не стало бы Аня на Петровке колоться? Что тогда уголовки делать? Не стало бы. Аня колоться, говоришь. Можете, не стало бы, но только со мной не такие бобры сидели, тех мурикололи. Свинья ты противная. Свинья. Деньги любишь, значит. А кто же их не любит? А зачем они тебе? Зачем? Нашел бы зачем. А вот хоть бы с Лелькой в кисловозг закатился. Ну хорошо, хорошо. Завтра пойдешь с нами за Фоксом, если выяснится, что ты не мусор, а честный фраер, дам я тебе денег. Да я не дошел, дурака. До моей жизни сейчас цена на две копейки, а завтра, если все это дело выгорит, а на ваших лапах и гроша не потянет. Это почему же так? А потому что, чтобы деньги мои кровные заработаны, и пять кусков отнятия ментом, и подонкам меня выставляешь, и глотку готов мне под этим соусом перегрызть. А выгорит у вас завтра это дело, вы меня из-за этих денег тем более прикончите. А если менты ловче окажутся, так они мне вместе в своем магазине угрохают. Нет. В кисловодство, говоришь, да? Папаша, дорогой, ну что же мне делать, чтобы ты мне поверил? Ну что ж, самому что ли зарезаться или справку принести от милиционеров, что я у них не служу? Смешной малый. Ты это, Карп, правильно меркуешь. Сгодится нам этот фрирок. Ты поучи жену щи варить. Я еще ничего не решил. А тебе больше повторять не буду. Пойдешь с нами. Сядь и засохни. Сколько что мне денег дашь, если завтра за этим столом Фокс сидеть будет? Десять кусков. Спасибо тебе, папаша. С доброту, за щедрость спасибо. Значит, если я стукач, зарежете вы меня. А если я всю вашу компанию спасу, так десять кусков получу. Двадцать бутылок водки смогу купить. Спасибо тебе, папаша, за доброту твою не буду. И за щедрость спасибо. И за ласку, которую Фокс мне обещал. За все тебе спар... Бис. Дай-ка ты ему еще пару раз. Для ума. Ну что? Теперь понял, чего ты стоишь на земле нашей грешной? Понял. Вот и завтра с утра пошли к кому-нибудь со своих архаров. Пускай они на мое имя в сберкассе сорок тысяч положат. Тогда у нас будет с тобой полная любовь и доверие друг к дружке. Ставь. А зачем тебе сберкнижка? Не все мои надежды, что не пришьете мне потом. С моей сберкнижки денежки-то вам не выдадут. про Макаршка. Завтра часика в восемь пойдешь в сберкассу и положишь на его имя двадцать пять кусков. Пусть подавится. Сберкнижку принесешь мне? Мне. Сберкнижку мне. Она мне сердце согреет. Когда в подвал вместе полезем, мне с ней милицейские пушки не страшны. Знаю, за что рискую. Ну, ладно. Спать пора. Время позднее. Завтра селенке понадобятся.